15 ноября президент Азербайджанской республики Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев принял участие в открытии здания штаба, построенного на территории военного городка Шамкирского военного соединения. Министр обороны генерал-полковник Закир Казанов отдал рапорт Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Ильхаму Алиеву. Глава государства ознакомился с условиями, созданными в здании штаба, построенном на территории воинской части. Трехэтажное здание предназначено для управления подразделениями и частями, находящимися в подчинении армейского соединения, несения службы генералами, офицерами и прапорщиками. Здесь имеется 76 служебных комнат. В новом штабе созданы тактические классы, чертежные и компьютерные кабинеты, узел связи и другие. Система связи армейского корпуса устроена в соответствии с современными требованиями. Затем президент Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев провел оперативное совещание. На совещании министр обороны Закир Казанов доложил о положении вдоль Азербайджано-Армянской границы на линии соприкосновения. Президент Ильхам Алиев осудил недавненную провокацию Вооруженных Сил Армении, связанную с нарушением линии соприкосновения войск, и высоко оценил успешное пресечение этой провокации Вооруженными Силами Азербайджана. Глава государства выразил уверенность в том, что наши Вооруженные Силы, обладающие высокой боеспособностью, и впредь будут давать достойный ответ на любые провокации врагам. Президент Ильхам Алиев дал соответствующие указания в связи с ситуацией. Затем главе государства продемонстрировали летне-зимнюю форму военнослужащих. Отмечалось, что изготовленные в пилотном варианте новые формы, прошедшие испытания в воинских частях в любых климатических условиях, отличаются высокой прочностью и устойчивостью. Также улучшены спальные условия военнослужащих. Солдатские койки старого типа заменены на одно- и двухъярусные современные койки. В настоящее время ведется соответствующая работа по замене оборудования – бань, прачечных и бытовых комнат в воинских частях, находящиеся в стационарных и полевых условиях. Следует отметить, что в воинских частях уделяется особое внимание улучшению качества питания, личного состава и увеличению ассортимента предлагаемых блюд. В настоящее время этой работой занимаются не военные, а гражданские лица, что положительно сказывается на качестве питания. Здесь также построено пятиэтажное жилое здание из 50 полностью отремонтированных служебных квартир, предусмотренных для военнослужащих.